Ребята, всем привет! Меня зовут Юлия Пушман, и сегодня я решила снять для вас видео 10 лайфхаков для путешествия. 10 вещей, которые помогают мне в путешествиях и делают мои путешествия лучше, гораздо лучше, комфортней и удобней. Надеюсь, что вам будет интересно посмотреть такое видео. Уверена, что вы знаете, что я часто путешествую, много путешествую, и не буду вам советовать чего-то плохого. Поэтому погнали! Я буквально от сердца, от всей своей души отрываю такой важный и полезный совет. Обязательно приобретите себе поясную сумку. Ребят, это не просто удобно, это вот находка конкретная. И я сейчас вам расскажу несколько плюсов, которые в моей жизни играют значительную роль именно в путешествиях, то, что связано с поясными маленькими сумками. Ну, во-первых, то, что всегда все близко, можно убрать документы, паспорта, телефон, то есть все самое необходимое, наушники всегда у тебя вот здесь на пузике, понимаешь? Ты всегда можешь быстро что-то достать. У меня очень часто в поездку, когда я приезжаю в аэропорт, да, куда-то улетаю, у меня есть поясная сумка и сумка побольше. Например, типа сумка-шоппер, либо рюкзак. Но в последнее время я отказалась от рюкзаков, потому что мне не нравится, когда у меня это все на спине, я не знаю, где там что, как достать, вот это снимать, ставить на пол, вот так вот доставать, искать где-то на глубине вообще рюкзака, наушники несчастные. Поэтому я такое не люблю, я в последнее время стала чаще ходить с сумками-шопперами, наверняка вы могли заметить, вот пример. Мне очень удобно с такими сумками, оказалось, это даже удобнее, чем рюкзак, потому что у тебя всегда все это на плече, вот так вот открыл, хоп, достал, что надо. Ну и вот, и еще один важный момент поясной сумки, то, что раньше я никогда вообще об этом не парилась, не думала, но за мои последние там полгода путешествий, у меня было два раза, две ситуации, когда я сидела у аварийного выхода, и кто не летал, кто не знает, когда вы сидите у аварийного выхода в самолете, это где-то середина самолета, ну плюс-минус, ну может чуть ближе к началу, все большие сумки, рюкзаки, всю одежду какую-то большую, объемную верхнюю, нужно убирать наверх на полку. Если вдруг произойдет аварийная посадка, не должно быть никаких лишних вещей, деталей, сумок, больших, да, которые будут мешать спасаться через аварийный выход, поэтому все большие сумки всегда убирают наверх. Я из таких людей, которые я вот никогда ничего не убираю наверх, я спрячу под сиденье, под ноги, пофиг, но я люблю, когда мои вещи всегда рядышком со мной. За эти два раза поясные сумки не заставляли убирать на верхнюю полку, потому что они маленькие и не будут мешаться, но бывают случаи, когда просят их убрать. Поясная сумка, особенно для путешествий, это очень крутая тема. И вообще, я серьезно, всю жизнь всегда ходила с большими сумками, с рюкзаками. Последние полгода, опять же-таки, не знаю, что со мной случилось, я отказалась от этих сумок. И я серьезно, действительно, постоянно хожу только с поясными сумками. У меня их за последнее время появилось такие вот три любимые. Не обязательно покупать дорогую какую-то сумку, вообще, и в повседневной жизни это очень удобно, но для путешествий это самое крутое. А следующий лайфхак специально для абонентов Мегафон. Я начала пользоваться сервисом Мегафон Путешествия и теперь получаю кэшбэк за все покупки там. Там можно купить авиабилеты, страховку, забронировать отель, но самое главное это туры. Обычно я люблю все организовывать сама, но иногда все лень, нет времени и хочется просто взять готовый тур. Особенно летом, когда иногда хочется просто поваляться на пляже комфортного отеля. Level Travel партнер Мегафон Путешествий собирает предложения всех туроператоров, анализирует цены и помогает подобрать самый выгодный тур. Куча фильтров и отзывы туристов помогут выбрать самый подходящий отель. Бронирование, оплата и документы все онлайн и не нужно никуда ехать. Но самая главная фишка в том, что если купить тур от Level Travel через Мегафон Путешествия, вы получите кэшбэк реальными деньгами, которые сможете тратить на что угодно. Например, оплачивать связь или интернет-покупки. В июле сервис празднует свой первый день рождения, в честь чего ставки кэшбэка взлетят на четверть. И еще прямо сейчас Мегафон и Level Travel проводят классный конкурс, где можно выиграть сертификат 5000 рублей, дополнительная скидка кэшбэку. Длиться конкурс будет до конца июля. Для участия вам нужно подписаться на страницы Мегафон и Level Travel в Фейсбуке. Мегафон на своей странице в Фейсбуке опубликует конкурсный пост, под которым вы должны описать, на каком морском курорте вы мечтаете оказаться и почему. Авторы 10 лучших историй получат сертификаты на 5000 рублей. Имена победителей будут опубликованы под конкурсным постом 7 августа. В общем, чтобы не пропустить возможность сэкономить, пользуйтесь сервисом Мегафон Путешествия, покупайте туры от Level Travel и участвуйте в конкурсе. Все подробности будут в описании. Следующий лайфхак, которым наверняка многие из вас уже давно пользуются, кто путешествует, собирает чемодан, еще что-то, складывать вещи трубочкой. Я думаю, все уже проверили эту тему, но действительно, складывать вещи трубочкой в чемодан намного удобнее. Точнее, занимает меньше места и помещается больше вещей. Для таких модников, модниц, как я, которым обязательно нужно брать дофигища одежды, даже если ты едешь на пару дней, к сожалению, работа такая или, к счастью, мне нужно много луков, много разной одежды. Поэтому, действительно, складывать вещи трубочкой это очень действенный способ. Я понимаю, что, возможно, некоторые мои такие советики, лайфхаки покажутся вам не новыми абсолютно и не интересными в какой-то степени, потому что вам это и не нужно кому-то, но я все равно решила с вами поделиться теми вещами, которым придерживаюсь я. Следующий не менее важный момент путешествий, поездок и то, что касается еще заранее, задолго до вашего отлета, это билеты на самолет. Я очень много летала за свою жизнь, я уверена, дай боже, еще очень много полетаю, по путешествию, и все, что я усвоила за все эти путешествия, намного лучше брать билеты на ранний рейс, нежели чем на ночной, либо дневной. Если вы, например, вылетаете из Москвы, то пробки вам обеспечены. Единственное, что, если брать в воскресенье, например, то, в принципе, можно доехать нормально без пробок до аэропорта. Суть в том, что однажды я опоздала на самолет именно потому, что мой билет был в такое время в самый час пик. Последние путешествия, когда я ездила, у меня был достаточно ранний вылет. Либо в 8 утра, либо в 9, либо в 10, либо в 12. 12 это уже считается как более-менее такой поздний, потому что чем раньше, тем быстрее вы доедете до аэропорта. Самый удобный такой вылет, скажем так, более-менее терпимый, это где-то на 10 утра. Чтобы спеть на самолет на 10 часов утра, дня, не знаю для кого как, мне нужно выехать в 7 утра. Да, это очень рано, учитывая, что это выехать нужно в это время, значит где-то в 6 встать. Ну, по-хорошему, если за час я могу собраться. Рассказываю историю, у меня был как-то самолет на 6 или на 5 часов дня, в Молдавию я должна была улетать, и мы выехали нормально, примерно за 3,5 часа, чтобы где-то за 2 часа быть в аэропорту. Так вот, случилась непредвиденная ситуация, дороги перекрыли, всякое такое, в итоге я опоздала на самолет. Это было очень неприятно, после этого я поняла, что лучше всего вылетать утром. Поэтому, если вы собираетесь в какое-то путешествие, я вам реально рекомендую выезжать пораньше, брать билеты на более раннее время. Конечно, возможно, вы немножко не выспитесь, но у вас будет возможность поспать в самолете. Лучше поспать в самолете, пока вы летите куда-то отдыхать, чем спать в аэропорту и ждать следующий самолет. Поверьте, я, правда, в аэропорту никогда не спала, слава богу, но пришлось мне ждать очень долго, с следующего самолета до Молдавии. Следующая интересная тема, с которой я тоже столкнулась несколько раз. Это допустимый вес багажа. Даже я не знаю, лайфхаки это либо советы, но пусть будут лайфхаки, звучит красиво. Не во все страны одинаковый допустимый вес багажа. Я об этом не знала, да, и еще очень многое зависит от билетов на самолет, которые вы взяли, потому что, когда мы со Славой летели в Грузию, в мае, по-моему, короче, весной, оказалось, что у нас какие-то дурацкие, вообще дешманские, типа, билеты на самолет, где допустимый вес багажа 10 килограмм. 10 килограмм, Карл! Обычно, да, то есть я знаю 20-23 килограмма, это нормально, почти везде 20-23. Но это была неприятная ситуация, и нам пришлось тратить время на то, чтобы пойти оплатить дополнительный багаж, вернуться и всякая такая очередь. А вместо этих всех заморочек хочется пойти попить кофе, пройти все вот эти вот досмотры, регистрацию и типа такого, да, нужно спокойно сидеть, пить кофе, кушать какой-нибудь сэндвич, наслаждаться и ждать поездки. Ну, а мы побежали, понятное дело, доплачивать за дополнительный багаж, стояли в очереди минут 20, в общем, время было потеряно на какую-то фигню. Поэтому обязательно всегда уточняйте у авиакомпании, с которой вы летите, в страну, да, в которую вы летите, какой допустимый вес багажа. И обязательно уточняйте также и про обратный самолет, про обратный допустимый вес, потому что всякое бывает. В одну сторону ты можешь 23 везти, а в обратную 20. По-моему, у меня такое было. Но, честно сказать, я ненавижу вот это вот таскаться с огромными тяжелыми сумками, когда все приходится доставать из чемодана, потому что у тебя перевес. И чтобы избежать такие тупые ситуации, конфузные, лучше узнавайте все заранее. Я вам это все говорю не просто так, а для того, чтобы сэкономить ваше время и ваши денюжки. Кстати, никогда не надейтесь на то, что если допустимый вес багажа, например, 20 килограмм, вы решили взять один чемодан на двоих и там, например, 35 или 40, вас не пустят. И я могу даже рассказать почему. Мне рассказали об этом, а я расскажу вам. Оказывается, дело не в том, что кто-то такой злой в аэропорту. Нельзя, потому что люди, которые будут потом выгружать ваш чемодан, просто надорвут себе спину. Следующий лайфхак. Ну как лайфхак? Я уверена, вы тоже все об этом знаете, но все равно расскажу, потому что сама этим пользуюсь. Вместо того, чтобы тащить огромные, огроменные просто банки со всякими шампунями, бальзамами, гелями, всякой такой фигней, я рекомендую вам обзавестись вот такой вот штучкой. У меня тут две еще были, но они сейчас заняты. С маленькими баночками, куда можно перелить шампунь, бальзам, это намного удобнее. И чаще всего у меня так выходит, что я беру с собой огромные шампуни, бальзамы и возвращаю их обратно в Москву, везу, то есть. И это тупо, потому что зачем тащить такие тяжелые штуки, когда можно взять маленькие баночки, наполнить их шампунем, бальзамом. Это намного удобнее, занимает меньше места. Я такие баночки покупала в подружке, вообще сейчас везде это можно найти. Итак, следующее, что очень важно, очень важно, ребята, всегда берите с собой лекарства в поездке, в путешествия, в любые, даже если вы едете на пару дней. Даже если у вас есть какая-то страховка, вы там куда-то поехали с туроператором, у вас все чики-пуки, и вы знаете, что все будет окей. И если вдруг вы заболеете, то к вам придет доктор, это замечательно, это клево, но не надо вот на это рассчитывать, всегда лучше берите все свое. Так будет намного спокойней. Я всегда собираю с собой лекарства в любые поездки, куда бы я ни ехала, даже если я еду на три, на два дня, то есть для меня это обязательный пункт. Чаще всего я беру такие лекарства, как террафлю, чтобы если вдруг заболел, там сбить ту же температуру, кагоцелл, в общем, всякие противовирусные. Потому что аэропорт, да, вот эти вот все дела, это самое кайфовое местечко для всяких бактерий, бацилл, поэтому обязательно всегда берите с собой свои лекарства. Также беру мизим там от живота, ножпу тоже от каких-то спазм, спазмолгон, это вообще мое любимое лекарство от головы, потому что, не знаю, в курсе вы или нет, в историях своих рассказываю очень часто, что когда меняется погода, у меня болит голова, и для меня это странно, потому что раньше со мной такого не было, и я такая думаю, блин, это потому что я старею или что? Вот, ну, оказалось, не я одна такая, у меня много подписчиков, у которых такая же фигня, и из блогеров тоже много, у кого болит голова на погоду, это пипец, ребят, климат, жесть, поэтому лекарства всегда вообще по-хорошему носить всегда с собой, какие-то основные, базовые, даже если вы никуда не улетаете. А в поездку так вообще, о чем речь? Так вот, спазмолгон, обязательно пластыри, я вообще самая первая в очереди, чтобы натереть свои ноги в какой-то классной и веселой поездочке, поэтому пластыри тоже. Уголь активированный всякого можно съесть, обязательно что-то от горла, хотя бы какой-то стрепсул там, сосалочку, потому что тоже всякое бывает, я вообще ненавижу болеть, поэтому если я заболела, я хочу максимально быстро выздороветь, у меня всегда такая цель. Так все стало только после того, как я закончила школу, потому что когда я училась в школе, у меня наоборот была цель заболеть, чтобы не ходить в школу, ну вы меня понимаете. Лекарства обязательно, еще я с собой беру перекись, что нет, перекись важна, всякая может быть, поцарапалась, порезалась, еще какая-нибудь фигня, прыщ выдвину, ну вот давайте уже и до грязного не будем опускаться, но все бывает, поэтому перекись важна. Ну и конечно, еще не забывайте про такие вещи, как ушные палочки, вот эти вот ватные, да, диски, это тоже бывает очень полезным, и не во всех отелях, к сожалению, это есть. К вопросу о том, чем я занимаюсь, пока лечу, перелеты у меня бывают разные, 4 часа, 7 часов, но, честно говоря, больше 7 часов я никогда в жизни не летала. Чем же заняться, когда вы очень долго летите? Обычно, когда вы летите очень много, там от 4 часов, там, да, 7 часов, в самолете чаще всего есть телевизоры с русским языком, особенно, если это какая-то русская авиакомпания, то вы можете спокойно с кайфом лететь, смотреть фильмы, сериалы, и все как бы круто. Но очень часто бывает, что я летаю 4,5 часа, и нет никаких нифига телевизоров, все зависит от самолета, от авиакомпании. Так вот, чтобы не умереть от скуки в самолете, если вы не из таких классных везунчиков, которые сразу засыпают, как только садятся в самолет, а я не из таких, то я могу рассказать вам, чем я занимаюсь, пока лечу очень долго, чем я занимаю себя и свое очень свободное время. Есть несколько вариантов. Ну, понятное дело, слушать музыку, все вы знаете всякие приложения для музыки, я обычными пользуюсь, типа iTunes, вот этот Apple туда-сюда. На Apple также есть, понятное дело, iTunes, куда можно скачивать фильмы. Да, они стоят денег, поэтому не очень приятно, я не очень люблю качать фильмы и тратить деньги, и платить вообще, ну, за это зачем? Из каких-то клевых штук, которые мне действительно помогают, полезны в моей жизни, даже когда я не летаю, это YouTube Premium. Для меня, как для блогера, возможно, YouTube Premium это не очень приятно с вашей стороны, потому что вы смотрите видео без рекламы. А, ребятки, что вы со мной делаете? Но для меня, как для человека, который хочет смотреть видосы без тупой рекламы, которые на моих видосах тоже, кстати, бывают, сорян за это, но кушать хочется. YouTube Premium это офигенно, но я скачала YouTube Premium не из-за того, что меня бесит реклама, мне пофиг, я могу ее посмотреть, могу пролистнуть, да, вот это все для меня не проблема. Самое крутое, что дает подписка YouTube Premium, так это то, что ты можешь скачивать видосы и смотреть их офлайн. Я обычно скачиваю всякие программки, типа прямой эфир, мужской, женской, когда лечу в самолете, просто ставлю это все на фон, обрабатываю фоточки, потому что когда у тебя есть YouTube Premium, ты можешь не сидеть на этой странице YouTube, ты можешь заниматься другими делами, сидеть там в других приложениях и слушать фоном то, что происходит на YouTube. Это действительно очень-очень полезная, выгодная фигня, ну как выгодно, денег стоит, ну вы можете посмотреть, сколько там стоит эта подписка YouTube Premium. Например, вот Славе, она нафиг не нужна, но для меня очень полезная вещь. Я всегда качаю интервьюшки, какие-то видосики, даже видосики блогеров, свои видосы могу тоже скачивать, там если вдруг захотелось, ну всякое бывает. Поэтому в самолете это для меня очень удобно. YouTube Premium вы можете видосы скачать, чтобы потом смотреть оффлайн только через Wi-Fi, запомните, это очень важно, потому что у меня уже были такие неприятные ситуации, когда я думала, ой, сейчас скачаю себе видосик и буду в самолете смотреть. А фиг, дома надо было делать с Wi-Fi. Следующий лайфхак, это уже относится к тем, кто обожает пофоткаться, назовем это так, золотой час рассвета и заката. Это идеальное время для того, чтобы сделать крутые фотки. Плюс рассвета в том, что на самых популярных локациях, где обычно очень много людей, в это время там не будет много людей, и вы сможете сделать классные фотографии без какого-то лишнего народа на фоне. Обязательно запомните, это действительно классная тема. Но это только для тех, кто обожает фотки и на все готов ради этого. Ну и плюс, не всегда получаются хорошие фотографии, когда солнце прям в самом зените стоит, потому что могут быть тени, еще что-то, свет слишком желтый и много таких моментов. Я, как человек, который очень давно занимается фотографией, знаю, о чем говорю. Самое лучшее время для фотографии, это незадолго до заката, потому что свет рассеянный, идеальный и все как бы гуд. Ну и также, конечно же, сфотографироваться с закатом какой дурак не хочет. И следующий лайфхак, я вообще, честно говоря, не так давно начала этим пользоваться, но в шоке от того, что начала. Вы, наверное, спросите, как погладить вещи без утюга. Невозможно. Плойкой? Нет! Сумасшедший! Какой плойкой? Что ты говоришь? Все, все. Этот лайфхак не буду вам нагло врать, я нашла в интернете. Понятное дело, и все, что я вам рассказываю, это как бы не с горы спустилось, и я не сама это придумала, но это полезные вещи. Для того, чтобы офигенно погладить, например, ту же самую рубашку, либо платье без утюга, вам всего лишь нужно взять вешалку, повесить на эту вешалку ваше одеяние, повесить все это дело где-нибудь в ванной и включить кипяток. И оставить на какое-то время. Понятное дело, нужно вешать не под водой, да? Ну, чтобы вода не попадала, только пар. Это будет эффект отпаривателя, и на самом деле он действенный. Не со всей одежды идеально это происходит, но с рубашками определенного качественно это просто персик. Потому что есть такие вещи, знаете, которые даже утюг тяжело берет, поэтому если вдруг мой вам такой рекомендованный совет сильно не поможет, на меня агриться не надо. Зависит еще от вещи. Но те вещи, которые чаще всего у нас существуют, присутствуют в жизни, они хорошо поддаются вот этому лайфхаку. Поэтому, так как мы со Славой часто путешествуем, у меня в основном вообще вся одежда из такого вот материала, который тянется, его сильно даже гладить не надо и париться вообще об этом. Но у моего парня очень много рубашек, майк, которые очень сильно могут помяться. Поэтому особенно для него и для парней это действительно хороший способ погладить вещь. Ну и плюс, не во всех отелях сразу же в номере есть утюг, а иногда просить не хочется, и ты немножко боишься. Но есть люди, которые не боятся, сразу звонят и говорят, эй, утюг пронеси мне быстро, за что я деньги плачу. Но мы, конечно, тоже так можем сделать, но зачем, да, всякое бывает, смотря какой отель, можете скажут, нет утюга. Поэтому, в принципе, совет полезный. А вы уже там сами решайте попробовать, не попробовать, но у нас работает. Ну что ж, ребят, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось мое такое видео. Надеюсь, оно было полезным. Какие-то вы для себя, может быть, новые штучки открыли. Очень-очень искренне на это, надеюсь, правда. Я знаю, что вы ждете влог из Греции, и он как раз-таки будет следующий на моем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии по кайфу. Буду вам отвечать взаимностью. Всех люблю, целую, обнимаю и всем пока!